Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня очень важное видео, если вы являетесь тренером, если вы тренируетесь самостоятельно, тем более. Будем говорить о базе изоляции, о том, когда нужны серьезные веса, когда нужны веса поменьше, и когда на первую роль выходит именно чувство мышцы под нагрузкой. Да, я знаю, заезженная до дыр тема, но послушайте, и возможно, а я уверен, вы узнаете для себя что-то новое, почерпнете что-то полезное. Век живи, век учись. Как только ты решил, что ты все знаешь, ты уподобляешься стоячей воде, которая, как известно, загнивает. О чем речь? Вы знаете, что сегодня, когда мы говорим о гипертрофии, мы говорим даже не о базе и изоляции, мы говорим о многосуставных и односуставных упражнениях. И даже когда мы работаем над гипертрофией в базовом многосуставном движении, мы должны работать изоляционно. Что это значит? Все очень просто. Это значит, что мы с вами не, выполняя движения, ждем и слушаем, где у нас что-то напряжется. Нет. Это значит, что мы, выполняя многосуставное движение, изоляционно пытаемся мозгом послать сигнал и напрягать ту мышцу, мышечную группу, над которой хотим работать. И это работает у нас в рамках периодизации на гипертрофию. Но вы прекрасно знаете, что без периодизации никуда. И в нашем виде спорта, и даже если вы не выступающий спортсмен, тем более. Те, кто отрицают периодизацию, отрицают просто саму науку спорта, саму практику. Но, друзья, не забывайте, что в нашем цикле периодизации есть блоки. И один из них это сила, когда мы непосредственно работаем над увеличением наших силовых показателей. Вот здесь, друзья, это все не нужно. Здесь нужно сосредоточиваться непосредственно на работе. Естественно, я не говорю о технике, если вдруг кто-то захочет меня упрекнуть. Почему? Да потому что это априори. Вы должны сначала обучиться технике, а потом уже думать о силе, о массе. Так вот, друзья, как мы уже с вами знаем, все грамотные современные тренеры не делят, как было принято, работая над гипертрофией, на базу и изоляцию. У нас везде идет изоляция. Но есть многосуставное движение, есть движение односуставное. Давайте разберем на примере дельта. Когда мы с вами хотим поработать на среднюю дельту, мы можем и должны делать и те, и другие. Так вот, когда мы с вами работаем в многосуставном движении, здесь необходимо как раз-таки брать вес побольше. Но что это значит? Это не значит, что нужно брать непомерные для себя веса. Нет, так даже не нужно делать, когда мы работаем над силой. Это значит следующее, что мы должны взять такой вес, когда при идеальной технике мы сделаем 6-8, максимум кому-то 10 повторений. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть следующим образом. На старте движения мы мощно, но подконтрольно, без рывка, чтобы не создать инерцию, как это нужно в пауэрлифтинге и в тяжелой атлетике. Выжимаем гантели или штангу вверх, после чего, не расслабляя мышечную группу, наоборот, концентрируясь на ней, опускаем вес в исходное положение. Замедляя движение, для чего? Для того, чтобы, если вы не умеете еще 100% концентрироваться на работе мышц, вы точно были уверены, что опускаете движение вес отягощения вниз не за счет сил притяжения, не за счет гравитации, а за счет напряжения мышц. Да, точно так же, как в позитивном участке амплитуды, в позитивном движении мы с вами выжимаем вес, естественно, за счет сокращения мышцы, точно так же за счет сокращения мышцы нужно и опустить вес. Никак иначе. Здесь вот как раз-таки нужны хорошие веса. Но есть одно суставное движение, когда мы хотим, как бы уже хирургическим путем, как скульптор, поработать над деталями, непосредственно над самой средней головкой дельтовидной мышцы. Мы и берем с вами гантельки поменьше. Или если работаем в тренажере, отведение в стороны, услышьте, не махи. Кто говорит махи, тот однозначно делает неправильно. Точно так же, как это с прессом. Помните, все делают подъемы. А пресс это скручивание, не важно, что бы вы ни делали. Всегда это скручивание. Будь то турник, будь то кроссовер или лежа на полу. Всегда скручивание. Так же и с дельтоидом. Мы не просто так делаем одно суставное движение. Мы его делаем, чтобы целенаправленно попасть в заданную головку. Но что происходит, если вы, как некоторые блогеры, будете делать отведение с сумасшедшими весами? Все что угодно, кроме вот этого непосредственного попадания в среднюю головку. Когда вы берете огромные веса в односуставных движениях, вы обманываете, обкрадываете сами себя. Это как раз таки та работа, в которой нужно поработать, попампиться, в которой нужно хорошенечко почувствовать статодинамическую работу. Силуянов не просто так тоже это все придумал. Хотя на самом деле бодибилдеры давно действительно работают уже в такой манере. Не верите по сравнению с другими блогерами? Просто посмотрите на мои дельты. Мне вообще постоянно говорят, что у меня они синтольные. Нет. Как только я понял, что заниматься анонизмом в односуставных движениях, делая его всем телом чем угодно, нет никакого смысла, а тем более травмоопасно. Зачем? Тем более в таком суставе, как плечевой. Это самый подвижный сустав в нашем теле, а соответственно именно поэтому он больше всего подвержен травмам. Так что, друзья, не нужно никому работать с огромными весами в таких движениях. Сосредоточьтесь как раз таки вот на чувствах под нагрузкой. Как вы ощущаете мышцу, как вы напрягли за счет именно напряжения среднего дельтоида у вас пошло движение вверх. А потом не за счет расслабления, а за счет еще большего сокращения вы опускаете гантель вниз. И тогда вы убиваете сразу двух зайцев. Вас не встает вопрос, что важнее вес или чувство мышцы под нагрузкой. Потому что вы как адекватный грамотный человек понимаете, что важно и то, и то. Когда вы занимаетесь строительством, когда вы занимаетесь скульптурой, или вырезаете из дерева, или еще из чего-то, лепите. У вас очень много инструментов. Есть инструменты, которые создают какое-то общее видение. Потом приходят инструменты поменьше, когда мы выделяем уже все характеристики тела. И самые мелкие, тонкие такие инструменты, которые не каждый видел, наступают уже, когда мы доходим до какой-то работы, где нужно уже конкретно выделить каждый мышечный пучок, волокно. Но посмотрите на скульптуры Аполлона, Геракла. Это два таких бога, на основе которых мы можем делать наши выводы и представления о том, как должен и может выглядеть человек. Ведь у элинов, в отличие от тех же христиан, именно тело является сосудом души, и оно должно соответствовать. Не зря один из моих девизов говорит, создай свое тело достойным своего духа. Не может дух сильный быть в чем-то гнилом. Хотя есть исключения. То же самое и со строительством дома. Мы сначала заливаем фундамент, используя определенный вид инструментов. Возводим стены, используя другой вид инструментов. Покрываем все это крышей. Затем начинаются внешние, внутренние отделки. И что, вы везде используете одни и те же инструменты? Нет. Точно так же подходите и к работе со своим телом. Понимаете, где и когда нужны большие веса, меньшее количество повторений. Чем более многосуставное движение сложное, тем лучше его делать в меньшем количестве повторений. С большим весом. Но чем движение приближается к так называемому изоляционному, чем меньше суставов в нем участвует. Особенно если только один. То и веса здесь не нужны большие. Они будут только мешать. Они не дадут вам правильно, полноценно проработать мышцу. По причинам, которые я уже озвучил выше. Имеющий уши, да услышит. Напишите, друзья, кстати, как вы относитесь к этому. Как ваше видение. Понятно ли я вам объясняю. И не забывайте, чтобы канал был интересным в первую очередь для вас. Пишите в комментариях, какие темы вы хотели бы еще разобрать, разложить по полочкам. И мы будем это делать. Вы видите, я на все комментарии отвечаю адекватные. А на многие даже снимаю видеоролики. Поэтому мне так важна обратная связь. Все для вас, друзья, бесплатно. Поэтому поставить лайк, написать комментарий, поделиться данным роликом со своими друзьями является благодарностью от вас каналу. Конечно, если же вам не трудно. Ну что, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы. Без травм.